Капиталисты на дожде На самом деле не совсем так Мы как люди, которые постоянно крутят педали Мы еще до того, как фактически получили деньги Мы уже их потратили Пока 4 месяца шла сделка, вы сидели и думали Мы уже не теряли время, мы уже думали, что сделать К тому моменту у нас уже был, я говорю уже, МТМ проект Бенк Который мы развивали уже почти 2 года И по договоренности с Барквайсом у нас была такая ситуация Что они не хотели обслуживать Вип-клиентов И мы договорились, что мы переводим Это вообще странная ситуация на самом деле Обычно же покупают все с ногами Банк не хочет Причем, он говорит, у вас на тот момент были дорогие депозиты Потому что богатые люди требуют солидных процентов Естественно, что они говорили Для нас это слишком большие проценты Поэтому, пожалуйста, таких депозитов нам не нужно переводить в свой банк Поэтому мы уже взяли за развитие этого направления Банк, МТМ Все параллельно практически И у нас очень были хорошие отношения с владельцами и руководителями азбуки вкуса Мы считали, что ритейл Мы подняли экспобанк на ритейле Мы считали, что это направление развивается Знакомые вроде как, да? Да, то есть мы всегда были около лакшери, грубо говоря То есть мы всегда старались Рестораны Да, премиум сегмент Понятная аудитория При этом как раз сегмент азбуки вкуса Это был как раз премиум супермаркеты И нам очень нравились люди, которые работают То есть успех, мне кажется А им нужны были деньги? Или вы пришли и сказали, что очень хотим купить, продать? Ну, мы договорились Фактически это было обоюдное такое Это закрытое общество Поэтому мы договорились У нас в гостях на передаче, кстати, был генеральный директор Кощенко А, Садовин Господин Садовин приходил к нам, рассказывал, как у них там все устроено Да, очень талантливый человек Ну, сейчас не про азбуку вкуса Я хочу понять вот что Наверняка наши зрители сейчас смотрят и думают Значит, за сколько это они экспобанк-то продали? 745 миллионов долларов У вас там два партнера было, да? Нет, у нас было четыре партнера Четыре партнера Ну, а все равно хорошо Люди сейчас простую арифметику сделали И думают, а зачем еще что-то городить? Ну, сиди себе, наслаждайся жизнью Не знаю, путешествуй Читай книги, расти детей Ну, зачем еще раз на те же, собственно говоря, бизнес-грабли? Вот, я думаю, что понимание сейчас наши зрители хотят сложить об этом Вот зачем вам тут же, даже не получив, уже опять код бежать с этим долларом? Зачем? Это предпринимательский менталитет, это важно Я объясню, дело в том, что у вас программа «Кепиталист» называется Но на самом деле Вот это да Да, то есть у нас, как это не смешно звучит, когда мы начинали бизнес вместе То есть у нас задача была не заработать денег, как это не смешно звучит Мы просто хотели работать, нам было интересно делать то, что мы делаем Поэтому мы, собственно говоря, так и продолжаем делать то, что нам интересно, то, что мы делаем Вот, и по сути, нам было интересно, мы посмотрели, что нам интересно, какие сферы бизнеса Мы продолжали банковский бизнес, мы в нем понимаем Продолжали все, что связано с финансами И плюс, мы диверсифицировали свои вложения в азбуку вкуса Мы считаем, что отличный актив С того момента, как мы его купили, мы почти выросли там в несколько раз Вот, то есть благодаря нашему вхождению мы такую внесли свежую струю Нам кажется, во всяком случае Вот, и в тот опыт тех людей, которые основывали это, мы добавили, как бы, такой финансовой уверенности И вот, что дало как раз такой положительный результат Стали развиваться А вот, очень интересно Я просто знаю, что наши зрители там сейчас думают Вот, 745 разделенное на 4 Вот, получается, соответственно, X сумма, которая принадлежит лично вам Как вы стратегически для себя принимали решение? Столько-то я оставлю в кэше на депозите в Западном банке Столько-то я вложу в инвестиции в реальный сектор в виде азбуки вкуса, да, как у вас есть В какие-то еще новые инициативы Инициативы, сейчас поговорим, да Вот, процентное соотношение Вот вы себе выстраивали в голове? Вы сделали это одинаково с партнерами? Одинаково, да Одинаково То есть вы сели и решили, как распорядиться Мы сели и решили Дело в том, что когда, ну, партнеры, безусловно, это очень важно Поскольку мы должны действовать в одном направлении Иначе будет, как лебедь, рак и щука Вот, поэтому мы решили, что мы создаем управляющую компанию Которую частично, часть денег будет реинвестировать Вот этим срезом, да? Да А часть денег просто Ну, на самом деле, к тому моменту, пока мы работали У нас какие-то долги были Мы, молодые люди, живем непосредственно Там разобрать, а нет, туда отдать Ну, вот все-таки интересно Вот такая же подушка Вот, для каждого она очень разная Есть предприятия, которые говорят Мне вообще это не надо, потому что у меня текущий бизнес, все приносит Другие, некрасивое слово, откэшились Вот, им обязательно нужно, чтобы Причем даже не на депозите, а чуть ли не физически В ячейке швейцарского банка Тем более, что мы будем говорить с вами о праве бенкинг Что вот физически в ячейке вот лежит там 30 И вот тогда я чувствую себя В капочке? Да, я чувствую себя комфортно Так это сопряжено с тем, что вы, как факт, в случае с МТМ продаете в рынок Мне хотелось бы понять ваш менталитет в этой части Вот сколько Нет, ну как вы для себя определяете Это должно быть 10%, чтобы чувствовать себя уверенно Что вы рекомендуете в случае с управлением личными финансами? Потому что, ведь, делай как делаешь То есть, do what you preach, да? Да, дело в том, что, если говорить о более массовом, не о лакши, поскольку я говорю, что богатые люди, они все же немножко не совсем нормальные, скажем так Они могут все деньги, которые у них есть, вложить в бизнес и работать И, по большому счету, чаще всего этим людям многое не надо То есть, поскольку они там всю жизнь А есть люди, которые сделали один проект, так в него вложились и говорят Я больше это не сдюжу Я еще раз пройти 10-летний цикл выращивания компаний В той, там, 20-часовой рабочий день свой этот снова Не могу больше Мне кажется, они кривят душу То есть, человек, который смог искренне сделать, поднять бизнес, если он сам это сделал Он никогда не откажется от этой работы, потому что, ну, это здорово Потому что делать работу хорошо можно только, если вот ты ее любишь Вот, мне так кажется То есть, ваша философия, на черный день, кэшем ничего не хранить, все в бизнес-клад? Ну, нет, конечно Дело в том, что, безусловно, есть семья, есть дети Ну, какой-то подушка, резерв Ну, безусловно, это какая-то часть недвижимости, поскольку ты должен где-то жить, где-то отдыхать Вот, какие-то наличные деньги Я не спрашиваю прям по рублю, я спрашиваю просто корзины, понимание Да, да, я вот по этому рассказываю Да, какие-то наличные, безусловно, для того, чтобы Вот, какие-то, возможно, акции более так рисковые, там, совсем маленькая часть, может быть Вот Маленькая, да? Конечно, безусловно Вот, потому что бизнес равно... Вы же все понимаете Бизнес – это рисковая часть, на самом деле Только поскольку у нас в бизнесе большие деньги Да, то, естественно, это рисковая часть То есть фондовый рынок, поэтому вы... А вы считаете, фондовый рынок – это более рисковый, чем... Конечно, это очень рисковая часть Чем бизнес В последнее время, последний год это показало, что это очень рисковая часть Вот, поэтому нужно очень осторожнее Я имею в виду, понятно, что очень рисковая Я имею в виду, в сравнении с бизнес-проектами Ну, безусловно Это любой... У вас более подконтрольная история Нет, но дело в том, что многие... Любой человек, профессионал или человек, который занимается бизнесом, он скажет Конечно, я вложу в себя деньги, нежели я вложу куда-то в акции Хотя все зависит от того, насколько он детально изучил этот бизнес Детально изучил эту компанию Поэтому здесь все зависит от, наверное, человека, который этим занимается Окей, ну давайте пойдем тогда с верхней планкой определились Наличная недвижимость и так далее Осталось у вас, как вы там по совести с партнерами решили А вторую часть вот эту вот, да, вы решили инвестировать Вот у вас азбука вкуса и, соответственно, финансовые институты Да, у нас есть еще азиатский, тихоокеанский банк И правитбэк, МТМ Да, МТМ, правитбэк, да, есть фактуринг, лизинг Давайте с азбукой вкуса разберемся, потому что здесь, так сказать, быстро и понятно Да, ознакомимся там, ну и в двух словах там о чем-то бизнесе, да, кто чего Когда про все, про банки никому не интересно, всем интересна азбука вкуса Я поэтому с азбукой быстро разберемся Да, вот я купил там тухлые помидоры Ужасно, да, было Я говорю, не верю Что вы хотите там сделать? Сколько у вас сейчас там с партнерами? Ну, почти половину Но не контрольный пакет пока Ну, в принципе, там нет контрольного пакета ни у кого А, там разница Ага, так, и вам просто нравится, вы участвуете в совете директоров? Да, мы с удовольствием участвуем в совете директоров С удовольствием и более детально в какие-то вещи с удовольствием бы вникали Просто нет времени и, в общем, это неправильно, это, наверное, не надо делать Вы хотите, чтобы актив просто рос и делал тот органический рост, который есть? Или вот я тут готовилась к интервью, прочитала, что у вас задумки чуть ли не все это дело поглотить И слить чуть ли не седьмым контингентом и наделать каких-то чудес в премиум-сегменте на фудрой рынке? Ну, мы движемся в том направлении, в котором, собственно, работаем Азбук Вкус — это премиальный сегмент Единственное, что мы считаем, что этот рынок растет, поэтому мы тоже развиваемся И строим новые магазины, развиваемся вширь Потом люди у нас забережают загород богатые Если вы посмотрите нашу карту, то она, в принципе, в основном сдвинута так вот На юго-запад, в ту сторону, вот там, где живут более богатые населения Ну и другие мегаполисы Да, но я считаю, что на самом деле Самый главный критерий Азбуки Вкус — это его качество То есть качество и ассортимент тех продуктов, и тот сервис, который дают Ну это понятно, вы на празднику не рассказываете У нас уже постоянные зрители все знают И сами ходят даже более там Я очень надеюсь, да Вопрос в другом Что вы хотите сделать? Нет, я вот не договорю, я просто считаю, что Почему мы развиваем и считаем, что нужно развивать это направление Потому что в любом случае, даже если человек ходит в основном в другой магазин То хотя бы раз в месяц он обязательно в наш магазин придет Поскольку он ценит Ну какой-то специалитет Да, он ценит, да И качество все равно стоит на первом месте И россияне, они отличаются от других людей Они все равно потратят денег больше И чуть-чуть себя порадуют И лучше заплатить чуть больше Но купит точно качественный продукт Вот это важно И мне кажется, мы на это рассчитываем И это правильно, наверное Но при этом не хотите сливать какими-то другими сетями? Нет, дело в чем, что Во-первых, мы считаем, что мы вполне готовы в силах развиваться Во-вторых, пока рынок, пока только Москва И в состоянии, мы хорошо знаем Москву Мы в состоянии развиваться самостоятельно Конечно, с удовольствием, если была такая возможность И были бы хорошие цены И мы с удовольствием что-то купили бы Без всякого сомнения Но пока такой возможности нет Это больше как просто непосредственно помещение в хороших локациях? Или чья-то концепция вам нравится? Нет, концепция нам нравится своя Да, мы бы с удовольствием взяли бы сеть Которая даст возможность нам расширить свой концепцию А приложений таких сейчас нет? Ну, таких нету Так, чтобы можно было Чтобы было соотношение цена Да, и фактически нет То есть, в каждое Хорошее место всегда сложно Вот как раз это сдерживающий фактор развития нашей сети Это, конечно, места Потому что локейшн самое главное в ритейле, в магазине Сколько вам приносят годовых вложения? Ну, это дело в том, что у нас есть Если сравнить, да, положили бы на депозит Где в Швейцарии получали бы 3% Вложили в Азбуку в Курсово Сколько получаете в год на тот же вложенный в Курсово? Ну, это приблизительно то же самое 3%? Да, поскольку мы фактически все деньги вкладываем в развитие сейчас У нас дивидендная политика самая очень низкая Ну, это ваш выбор Конечно То есть, вы не вынимаете то, что могли бы вынуть, а вкладывать это обратно Конечно Но вы все равно фиксируете, что результат предыдущих денег был такой Очень хороший Не сомневаемся, а все-таки В процентном соотношении Ну, там в разы 20, 30, 40, 50 Гораздо больше Ну и повезло вам Так, идем дальше Хорошо Значит, после с этим разобрались И сделали вы еще два банка, я так понимаю Да, но у нас они уже были до этого Просто Азиатско-Тихоокеанский банк, он находится на Дальнем Востоке Это именно такой хороший региональный банк Он развивался на базе сначала потребительского кредитования Потом мы за где-то полтора года до кризиса решили устойчивость приобрести Мы все же классические банкиры Решили, что нужно делать и обслуживать юридических лиц Это, кстати, нам помогло очень в кризисе Вот сейчас То есть вы ввели РКО помимо обычного Помимо обычных каш-кредитов, которые раздавал, собственно, банк Вот, там отличная команда Хорошо мотивированная Поэтому сейчас банк занимает по прибыли 20-е место среди 3-х российских банков Вот, он большой Ну, это нишевая история региональная И вы ее не собираетесь в обратном направлении к Москве развивать? У нас есть филиал в Москве Вот, и мы открыли недавно в Екатеринбурге Фактически мы сейчас двигаемся из Сибири в сторону Европы В европейской части нашей страны С таким названием в Москве кто же целевая аудитория? Ну, тихо в том, что для того, чтобы получить кредиты, название хоть любое Тем более, сокращенно, АТБ очень созвучно с ВТБ А также ATM, да, и прочими Да, 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 и всеми прочими доштучками Финансовыми атрибутами, да? Да, поэтому я считаю, название у нас отличное Хорошая маркетинговая политика А почему вы это все не синергизируете? Казалось бы, у вас есть правитбэнкинг, у вас есть розничный банк, но пускай дальневосточный Все это как бы в едином флаконе, один бренд Идеи были, идеи были Мы рассматривали и такой вариант, и такой вариант Пока решили это не объединять, поскольку Разная корпоративная культура, разные направления Потом, чем хороший МТМ-банк? Что он единственный специализированный банк Сейчас на российском рынке Поэтому это уже неплохо Как это единственный специализированный, который называется правитбэнкинг? Да, из российских банков это единственный банк А ВТБ-24? Это не правитбэнк Это как раз ритейловый банк У каждого банка есть сейчас Все же надстройки сделали Да, но вот именно так, чтобы банк специализировался Только этим и ничем другим Да, это только МТМ правитбэнк Конечно, это не самое главное преимущество, но уже неплохо В чем преимущество? Ну, послушайте, есть большой российский банк Я там обслуживаюсь в корпоративной компании, там имеют счета Значит, я знаю писать правление Ну, вот как по старинам, как работает голова предпринимателя? Значит, писать правление знаешь Работаешь с этим банком Банк крупнейший, входит в пятерку, очень хорошо Значит, расчетное кассовое обслуживание там Зарплатная программа для сотрудников там Дальше думаешь, ну, а чего мне, собственно говоря Ну, хорошо, у меня свой счет там и зарплатный, и депозитный Ну, а может быть, ну, вот правитбэнкинг, а есть там вот этот порог Ну, а чего, почему мне там не добить и не стать клиентом правитбэнкинга этого банка? Вот логическая цепочка, которая, например, в моем случае сработала бы В чем преимущество для меня в отдельно взятом неком правитбэнкинг, который ничего остального предложить мне не может? Не знаю Не вижу УТП Как раз как физическому лицу мы поможем предложить все, что вам нужно То есть и расчеты Я понимаю, а преимущество в чем? Между мультифункциональным банком? Преимущество в том, что мы в этом специализируемся, мы к вам совершенно по-другому относимся В ТБ-24, вы все равно не получите того же сервиса, даже в Сбербанке Я там и не обслуживаюсь, но дело не в этом Ну как же, и все равно это команда, все равно правитбэнкинг это всегда люди И не важно, если есть хороший специалист, как вот в случае с вашим премианским ПНЖ Не важно, где они сидят, в особнячке или сидят в большом офисном центре, где остальные функции Ну, с точки зрения локации, это действительно не важно Ну, хотя в центре важно сидеть Ну, понятно, но все они УТП для меня для того, чтобы переключиться просто на отдельно взятый банк в правитбэнке Значит, вы еще не созрели для того, чтобы стать клиентом Ну, так убедите меня, я вроде как ничего себе могу даже Да, вы очень хорошая Ну, так убеждайте меня Я хотя не знаю, сколько у вас Ну, давайте неважно, возьмем что-нибудь Вот есть у меня, предположим, миллион долларов Я обслуживаюсь в большом государственном, в большом частном банке Вы говорите, что вот большой частный банк, это не очень лучше правитбэнкинг отдельно взятый сам по себе Сеператли стендер Вот убедите меня, почему я должна взять свои гроши, которые там уже сидят, что-то там производят, какие-то там циферки И прийти к вам, я пока не понимаю А не пойти тогда уж в Америку или в Швейцарию, в Америку, ладно, сейчас это страшная локация для финансовых услуг Ну, вот в Швейцарии, в обычный UBS Ну, мы уверены в том, что мы в любом случае обслуживаем клиентов лучше, чем... Поскольку UBS фактически является таким ритейловым банком Посмотрите, слово лучшее, слово качество, вот в исследованиях рынка это замечательно, что такое качество? Вот главное, чтобы банк был надежным, еще хорошая история Вот надежность понимают все по-разному Конечно Много лет на рынке, или знаешь ты главу Все очень просто Ну, я думаю, что, во-первых, в правитбэнкинг, безусловно, личное отношение Откуда у нас клиенты? Это те клиенты, которые обслуживались у нас раньше Это владельцы бизнесов, которые у нас обслуживались, которые уже знают наш сервис, нам доверяют Поэтому мы с ними работаем долгое время Они знают, как мы реагируем, как мы проходим кризисы, поскольку столько времени прошло уже Ну, вы говорите, вот вы уникальны в этом смысле Ну, Михаил Дмитриевич Прохоров тоже год назад затеивал тоже МФК, вот, пожалуйста Он же не занимается этим банком, он вообще сейчас не занимается бизнесом Ну, понятно, хотя рука у него легкая, тоже, видите, в кризис, тоже вышел удачно Да, он... Вопрос в том, что вот МФК, пожалуйста, и люди там очень тоже грамотные с точки зрения профессии своей пришли Пожалуйста, тоже вот правитбэнкинг Ну, вот, пока не получается у них это сделать Так, а у вас? У нас получается То есть у вас что, больше? Да, у нас много премий по этому поводу, да, и лучший, да, банк в своей отрасли Да, вот мы занимаемся этим... Ну, вы постоянно повторяете слово «лучший», оно меня вот как клиента совершенно не цепляет Я не понимаю, что, ну, лучше, 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 мне слаще не становится Ну, я сейчас не пришел там с каким-то... Ну, в принципе, конкретные вещи Ну, как конкретные вещи, что сейчас вот достану... Я вот вам даже вот дам вот сломать, напишите Я достану пластиковую карточку, что, собственно говоря, важно У нас есть, вот, например, вот у нас есть замечательный продукт Это... Гости программ уже начинают отдавать свои карточки Это ведь неплохо Ну, так, я Марина Малыхина, мне, наверное, подойдет Но это лично мой брендинг получился Да Так Вот, я в чем, что... Вот, например, что клиенту нужно физическому лицу? Вот обычная пластиковая карточка Для клиента важно, чтобы... Ну, с портретом Конечно, да Удобно это... С портретом У нас большой опыт работы с пластиковой карточкой Аккуратно переписываем, где три последние цифры с обратной стороны. Пожалуйста, не переваривайся. Да-да-да. Для того, чтобы да. Вот. И действительно очень так прикрою. Операторы думают, что возьмут это очень в крупную клетку. Хорошо. Так в чем же дело? Обычные карты классикуют. На примере одного из продуктов. Что нужно для клиента физического лица? Для него, с одной стороны, удобный расчетный сервис. Вот по карточкам, то есть мы открываем одновременно два счета. Один кредитный, другой сейф. Вот здесь мы под высокий процент фактически универсальная карта храните деньги. Высокий процент что это? Процент на остаток. Я понимаю, какой процент? Ну, по-моему, пять годовых у нас здесь начисляется. Достаточно высокий процент. Просто на остаток? На остаток, да, по счету. Это очень удобно. Бесплатное снятие наличных во всех банкоматах во всем мире. При этом любые бесплатные расчеты по любым безнальным операциям, безналичным, как валютным, так и рублевым. И при этом менеджер, который за вас все это делает. То есть все оформляет, готовит паспорта сделок, если вы что-то за границей покупаете. Готовит вам какую-то законодательную базу, объясняет, показывает. Вот все за вас фактически делает. Вы только можете смс-ку написать, ему он подтвердит это. Вы оставите нам пару карточек, например, да? Обязательно. Если у вас нет, обязательно подарим. Эта карта, она расчетная. Здесь большой кредитный лимит, возможность индивидуально повысить этот лимит. Она с чипом, безусловно. Все современные технологии дистанционного банковского обслуживания. Можно платить с помощью телефона. Ну, то есть, в принципе, с одной стороны, это классическое. Классическое. Да, а с другой стороны, к этой карточке привязаны, например, скидка в той же Азбуке Вкуса. Здесь же есть скидка в ресторанах. Ну, это кубрендинг-вая программа, да ладно. Никаких у нас кубрендинг-карабамов нет. Просто не нужно с собой носить дисконтные карточки. Ну, экспобанк, по-моему, давно делал в те еще времена совместную программу кубрендинга. Я говорю о том, что... Скидочные карточки обратно, обычные, заставили с банковскими картами ходить. Ну, вы видите, как... Я говорю о том, что мы экспобанк сумели представить правильно и сделать так, чтобы это было... И, собственно, сделали тоже хороший, удобный продукт на базе МТМ. А сколько вообще людей у вас там работает? Большая? Нет, это небольшой. Это небольшой. Банк около 100... 130, по-моему, человек около того. А вот сейчас пошла мода на онлайн-бэнкинг, даже не онлайн-бэнкинг, а вот есть один у нас предприниматель, который вообще сказал, не надо нам дупофисов никаких, баловство все это. Мы вот все будем делать онлайн или сами приезжать. Вот такая схема, она... Она имеет право на существование, хотя я не считаю, что монолайнер вы. Банк имеет как бы долгосрочную перспективу. Поскольку в любом случае в России, во-первых, очень важно личное общение. Люди хотят видеть, где лежат их деньги. Да, да. И скорее они будут получать кредиты, а вот класть депозиты уже достаточно проблематично собирать. А все же, как показала практика, если раньше деньги собирали на рынке за границей, то сейчас для того, чтобы делать ритейл-бизнес, нужно еще и привлечь деньги с рынка. В данном случае от физических лиц. Для этого нужны офисы. А вот у вас какое, простите, поголовье в правитбэнке? У вас тысячи клиентов там или... Ну, около того. Около тысячи. То есть, по сути, это история про личные знакомства и обслуживание таких вот знакомых знакомых знакомых. Да, богатых, да, друзей и знакомых, да. И нам это нравится, поскольку это еще и образ жизни. Но вы не убирайте. Мой партнер, он очень активно занимается гольфом, что, собственно говоря, тоже очень помогает. У нас есть титул... Такая лайфстайловая история больше для вас происходит. Безусловно, безусловно. То есть, с одной стороны, у нас есть ритейловый банк, с другой стороны, есть МТМ-правитбэнк. Поэтому клиенты, богатые клиенты из АТБ могут, или из того региона, могут обслуживаться у нас в МТМе. И, соответственно, наоборот... А эта история тоже на продажу? Или это история... Нет, эта история сделана таким... Как говорит мой партнер Андрей, я, наверное, его поддерживаю в этом вопросе, что это история для того, чтобы гордились наши дети и внуки. Поэтому мы делаем... А здесь вы включены в операционную работу? Ну, так как мы находимся в одном офисе... А, это вот как раз то, куда вы спускаетесь, вы сказали вначале. Иногда, да, и часто приходится вовлечься в процесс. Поскольку, в любом случае, мы всегда клиенчики, несмотря на то, что какой мы должность не занимаем, мы всегда... Ну, конечно, тысяча человек, конечно, каждого знаешь, каждого... Да, мы в любом случае, да, мы с удовольствием с ними пообщаемся, обсудим, объясним. И я думаю, что в этом тоже большая... А какой-то EBS придет, который занимается правит-бэнкингом, или как он называется, правит-вэлф-менеджмент, и скажет, Ну, Кирилл, давайте-ка, продайте ваши души тысячу клиентов с вашим МТМ-банком. Ну, когда придет, тогда и поговорим, как говорится. Да, надо жить сегодняшним днем. Вот, а в данном случае, я считаю, что... С другой стороны, вот вы спрашивали, почему, с другой стороны, есть более структурные продукты. Чем вообще отличается сейчас рынок правит-бэнкинг в России от западного рынка? На российском рынке очень высокие процентные ставки. И поэтому предлагать, например, интеллектуальные продукты в виде управления капиталом сейчас не очень выгодно на российском рынке. Когда и так депозиты высокими процентами. Когда проценты по депозитам большие, и поэтому... А сколько это еще продлится, как вам кажется? Какой кризис? Сложно сказать. Три-пять лет. Я думаю, что пока мы находимся в том состоянии, что мировой кризис еще не закончен. То есть ситуация, когда мы заново начали расти, пока еще не наступила. Поэтому я думаю, что в зависимости... Разные есть прогнозы, я думаю, что от трех до пяти лет продлится вот эта ситуация, когда Европа будет решать свои проблемы, Америка будет стараться вылезти из этого кризиса. Поэтому мне кажется, что такая ситуация, когда наконец-то можно заняться реальным бизнесом, я считаю, что мы как раз занимаемся реальным бизнесом. И поэтому я считаю, что если сейчас заняться реальным бизнесом, в этом всегда будут перспективы и выгоды. Мне кажется, это правильно. То есть три-пять лет все-таки высокий депозит нас пока еще ждет? Я думаю, что да. Спасибо огромное. Это был Кирилл Якубовский, совладелицем ТОМ Банка и совладелицей супермарктов «Азбука вкуса». Оставайтесь на дожде, смотрите «Капиталистов» каждый понедельник в 22.10. Капиталисты на дожде.